Беседа шестая, 347. О посте. Как приятны для нас волны этого духовного моря, приятнее и волн морских. Эти воздвигаются возмущением ветров, а те желанием слышать поучение. Эти, воздымаясь, приводят кормчиво в великий страх, а те, появляясь, влагаясь в говорящего великое дерзновение. Эти служат знаком ярящегося моря, а те признаком радостной души. Эти, ударяясь о камни, производят глухой шум, а те, прирожаясь к слову учения, издают приятный звук. Равным образом и дуновение легкого ветра, когда падает на нивы, и то преклоняет к земле, то поднимает вверх головки колосьев, представляет на суше подобие морских волн. Но и тех нив приятнее эта нива. То есть собрание слушателей. Потому что не дуновение ветерка, а благодать Святого Духа возбудила и согрела души ваши. И огонь, о котором некогда сказал Христос. Огонь пришел я не звезти на землю, и как хочу, чтобы он возгорелся. Этот огонь, вижу я, ввергнут и горит в душах ваших. Поелик уже страх Христос возжег для вас. Стойка лампад, то вольем в них и лея учения, дабы свет у нас был продолжительнее. Вот уже время поста склоняется у нас к концу, дошедшее до середины поприще. Мы подошли уже к концу его, потому что как тот, кто начал, двинулся к середине, так тот, кто дошел до середины, касается конца. Итак, время поста склоняется к концу. И ладья смотрит уже в пристань. Но дело не в том, чтобы войти в пристань, а чтобы ввести в нее ладью не без прибыли. Прошу всех вас и молю, пусть каждый в своей совести рассмотрит свою торговлю постом. Если найдет, что прибыток велик, пусть еще умножает его торговлю. Если же найдет, что ничего не собрано, пусть употребит на эту торговлю остальное время. Пока стоит ярмарка, станем торговать для приобретения большой прибыли, чтобы не уйти нам с пустыми руками, чтобы, подъявшись труд поста, не лишиться награды за пост. Можно ведь и понести труд поста и не получить награды за пост. Как? Когда от пищи мы воздерживаемся, а от грехов не удерживаемся. Когда мясо не едим, а поедаем, да мы бедных. Когда вином не упиваемся, а упиваемся злой похотью. Когда весь день проводим без пищи и весь же день бываем на бесстыдных зрелищах. Вот и труд поста и никакой награды за пост, когда ходим на зрелище беззакония. Не к вам мое слово, знаю, что вы чисты от вины. Но опечаленный имеет обычай изливать гнев на присутствующих, когда нет при них виновников их печали. Какая выгода постящимся ходить на зрелище беззакония, посещать общее училище бесстыдства, публичию и школу невоздержания, восседать на седалище пагубов. Да не погрешит тот, кто сцену, это пагубнейшее место, полное всякого рода болезней, эту вавилонскую печь, назовет и седалищем пагубы, и школу распутства, и училищем невоздержания, и всем, что не есть постыднейшего. Действительно, дьявол ввергнув город в театр, как бы в какую печь, затем поджигает снизу подкладывание хворост, как некогда иноплеменник тот, на выходе носор, ни нефть, ни паклю, ни смолу, а что гораздо хуже этого, любодейные взгляды, срамные слова, развратное стихотворение и самые негодные песни. Ту печь разожгли руки иноплеменнические, а эту печь разжигают помыслы, более неразумные, чем иноплеменники. Эта печь хуже той, потому что и огонь здесь пагубнее, он не тела сожигает, но разрушает благосостояние души, а еще хуже то, что горящие в этом огне даже и не чувствуют, потому что если бы чувствовали, то не производили бы громкого смеха при виде того, что происходит. А это-то и хуже всего, когда больной не знает даже того, что он болен, и сгорая жалким и бедственным образом, не чувствует воспалений. Какая польза в посте, когда тело ты лишаешь дозволенной законом пищи, а душе даешь пищу противозаконную. Когда целые дни просиживаешь там, в театре, смотря на посрамление и унижение общей человеческой природы, на жен, блудниц, на лицедеях, которые, собирая все, что есть худого, в каждом доме представляют зрелище любодеяния. Да, там можно видеть и блудодеяние, и при любодеянии, можно слышать и богохульные речи, так что болезнь проникает в душу и через глаза, и через слух. Там лицедеев представляет чужие несчастья, отчего дано ему позорное имя. Итак, какая прибыль от поста, когда душа питается всем этим? Какими глазами посмотришь ты на жену после тех зрелищ? Как взглянешь на сына, как на слугу, как на друга? Надо бы или быть бесстыдным, рассказывая о том, что бываешь там, или молчать краснее от стыда. Но отсюда уходишь не таким. Нет, ты можешь смело пересказывать дома все, что здесь говорится. Вещания пророческие, учения апостольские, законы Господни. Можешь предлагать всю трапезу добродетели, а таким повествованием жену ты сделаешь более целомудренную, сына более разумным, слугу более преданным, друга более искренним, да и самого врага заставишь прекратить вражду. 349. Видишь, как эти наставления во всем спасительны, а те представления совершенно непотребны. Какая же польза в посте, скажи мне, когда телом ты постишься, а глазами любодействуешь? Ведь любодеяние состоит не только в соите или совокуплении телесном, но и в бесстыдном взгляде. Какая же польза, когда ты бываешь и здесь, и там? Я учу, а тот развращает. Я прилагаю лекарства к болезни, а тот усиливает причину болезни. Я погашаю пламя природы, а тот разжигает пламя похоти. Какая же польза, скажи мне, когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? Сирахов 34, 23. Итак, будем проводить время не здесь и там, но только здесь, чтобы здесь проводить и воспользоваться не попусту, не напрасно и не в осуждение, один строит, а другой разоряет. То что они успеют, кроме как утомление получат? Если бы даже и много было созидающих, а один разоряющий, и тогда легкость разрушения восторжествовала бы над множеством созидающих. Поистине, великий стыд, что и юноши, и старцы спешат к таким занятиям. И пусть бы зло ограничивалось только стыдом, хотя и это для человека благородного нелегко. Напротив, для благоразумного весьма важная потеря и позор, и стыд. Но не в стыде только наказание, нет, за это угрожает еще великая казнь и мучение. Сидящие там на зрелищах все по необходимости уловляются грехом любодеяния, не потому, что вы совокуплялись с находящимися там женами, а потому, что смотрят на них бесстыдными глазами, а что и они неизбежно становятся виновными в любодеянии. В доказательство этого скажу вам не свое слово, чтобы вы не пренебрегли им, но прочитаю вам закон Божий, которым уже нельзя пренебрегать. Что же говорит закон Божий? Вы слышали, что сказано древним не прелюбодействуй, а я же говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Видел ты совершенного прелюбодея? Видел вполне учененный грех. И что еще хуже, прелюбодея, увлеченного в любодеянии не на человеческом, но на божественном судилище, где наказания нескончаемы. Всякий, кто посмотрит на женщину, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Спаситель исторгает не болезнь только, но и корень болезни. Корень любодеяния бесстыдная похоть, потому он наказывает не только за любодеяние, но и за похоть матери любодеяния. Так поступают и врачи. Они вооружаются не только против болезней, но и против самых причин их. Если увидят, что больные глаза останавливают течение худых мокрот сверху из висков, так делает и Христос. Любодеяние – тяжкая глазная болезнь. Болезнь глаз не только телесных, но еще более душевных. Поэтому он там и остановил ток бесстыдства страхом закона. Поэтому и определил наказание не только за любодеяние, но и за похоть. Уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. А когда растлено сердце, то что польза в остальном теле? Когда в растениях и деревьях увидим сердцевину изъеденную, мы уже ни во что ставим остальную часть. Так и в человеке, когда сердце погибло, щет на уже здоровье остального тела. Возница пал, погиб, не зринут. Так напрасно уже бегут кони. Труден закон и имеет в себе много тяжкого, зато великий дает и венец. Таковы именно дела трудные, что они доставляют великие награды. Но ты обращай внимание не на труд, а размышляй о воздаянии. Так бывает и в житейских делах. Если будешь иметь ввиду трудность подвигов, дело покажется тяжелым и невыносимым. А если будешь смотреть на награду, оно будет легко и удобоносимо. Так и кормщий, если бы смотрел только на волны, никогда бы не вывел ладьи из пристани. Но смотря на прибыток, а не на волны, он отраживает опускаться и в неизмеримое море. Так и воин, если будет смотреть на раны и поражение, никогда не наденет брони. Если же будет смотреть не на раны, а на трофеи и победы, то устремиться на сражение, как на луг. Таким образом, и тяжкое по природе становится легким, когда мы не о трудах только размышляем, но и смотрим на награды за них. Хочешь ли знать, как трудное по природе становится легким? Послушай Павла, который говорит, кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Слова эти загадочны. Если печаль, то как легкое? Если легкое, то как печаль? Одно с другим несовместимо. Но Павел разрешил загадку, показав легкость печали следующими затем словами. Какими? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Предложил венец и сделал подвиг легким, показал награду и облегчил труды. Так и ты, когда увидишь жену красивую лицом и в светлой одежде, когда увидишь, что похоть подстрекает тебя, и что душа твоя ищет этого зрелища, возри на уготованный тебе на небе венец, и пройдешь мимо такого зрелища. Ты увидел подобную тебе рабыню, по мысли о владыке, и несомненно прекратишь недуг. Если и дети, идя за учителем, не резвятся, не смотрят по сторонам, не пугаются, тем более ты не испытаешь ничего такого, видя при себе мысль на Христа. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней сердце своем. С удовольствием и очень часто повторяю я слова этого закона. О, если бы мог я и целый день говорить об этом вам, или лучше, не вам, но виновным в грехах, а, впрочем, и вам, потому что и вы будете более безопасны, и находящийся в болезни скорее выздоровеет. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней сердце своем. 351. Одного чтения этих слов достаточно для очищения всякой гнилости греха, но будьте снисходительны, мы очищаем раны, очищающему раны, необходимо употреблять и острые лекарства. Чем долей будете вы внимать этим словам, тем более будет очищать огной. Как огонь, чем сильнее объемлет золото, тем более истребляет ржавчину, так и страх, внушаемый этими словами, чем глубже проникает в душу вашу, тем более очистит весь грех невоздержания. Сожжем же его здесь словом учения, чтобы не быть нам в необходимости сожечь его там, огнем гиенским. Этот огонь не коснется души, отшедшей отсюда чистою, но он обымет душу, отшедшую отсюда во грехах. Каждого дела, говорит Писание, какое оно есть огонь испытает. Будем испытывать самих себя ныне без болезни, чтобы не быть испытанными тогда с болезнью. Что не говори, скажешь, а закон труден. Что же? Бог повелевает нам невозможное. Нет, говорю я, замкни свои уста, не обвиняй Господа. Это не оправдание, новый грех хуже прежнего. А что у многих грешников есть обычаи заводить обвинение на Господа? Так послушай, приступил получивший пять талантов и принес другие пять, приступил получивший два таланта и принес другие два, приступил получивший один талант и поелику не мог принести другого таланта, то вместо таланта принес обвинение. Как? Знал я, говоришь, что ты жестокий. О, бесстыдный раб! Он недовольствуется грехом, но взносит еще обвинение на Господина, что жнешь, где не сеял и собираешь, где не расточал. Так и в настоящей жизни все те, которые не делают ничего доброго, усугубляют грехи свои обвинением Господа. Итак, не обвиняй Господа. Он не заповедал невозможного. Хочешь знать, что не заповедал невозможного? Многие делают даже больше заповеданного, но они не сделали бы этого при всем своем усердии, если бы заповеданное было невозможно. Господь не заповедал девство, а многие хранят не заповедал нищеты, а многие бросают свое имущество, свидетельствуют делами, что заповеди закона весьма легкие. Они не сделали бы больше заповеданного, если бы заповеданное не было легким. Господь не заповедал девство, потому что кто заповедует девство, тот подчиняет человека необходимости закона и против воли его, а кто только советует, тот оставляет слушателя господином своей воли. Почему повеление Господне о девстве не имею, но даю совет? Видишь, не повеление, но совет? Видишь, не заповедь, а внушение. А тут большая разность. Одно дело необходимости, а другое дело произволения. Не повелеваю, говорит, чтобы не обременить, убеждаю и советую, чтобы склонить. Так и Христос не сказал, все пребывайте в девстве, потому что если бы он повелел быть девственниками всем, и эту заповедь сделал законом, то исполнишь ее, не получил бы той великой чести, какую получаешь теперь, и преступивший понес бы самое тяжкое наказание. Видишь, как законодатель щадит нас, как печется в нашем спасении. Разве он не мог дать и эту заповедь и сказать, хранящие девство да прославятся, а не хранящие да будут наказаны. Но через это он обременил бы нашу природу, а он щадит ее. Он поставил девство вне поприще, поставил выше места борьбы, чтобы соблюдающие обнаружили величие своей души, и несоблюдающие воспользовались нисхождением владыки. Не дал он также заповеди о нищете, не просто сказал продай имение свое, но если хочешь быть совершенным, иди продай имение свое, пусть это будет твоей воли, будь господином своего намерения, не принуждаю, не обременяю, нет, исполняющего я венчаю, а не исполняющего не наказываю. Что делается по велению и долгу, то не заслуживает великой награды, а что по произволению и собственной ревности, то доставляет блистательные венцы, и свидетелем этого представляю Павла, если благовестую, говорит он, то нет мне похвалы, почему, ибо необходимая моя обязанность, горе мне, если не благовестую, видишь, исполняющий предписанное законом, не заслуживает великой награды, потому что это необходимая обязанность, а не исполняющий подлежит наказанию и мучению, горе говорит мне, если не благовестую, а в рассуждении прочего, что зависит от произволения, не так, ну что, за что же мне награда, за то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей власти в благовествовании, там был закон, поэтому Павел не заслужил великой награды, а это было делом произволения, потому он получил великую награду 3053, все это сказано мною не без причины, но ради закона Божьего, чтобы показать, что он не тяжел, не обременителен, не труден и не неисполним, теперь же докажем это и самыми словами Христа, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, знал это и Христос, что многие будут обвинять закон в трудности, посему не предложил его просто и в отдельности, но тут же припоминает и древний закон, чтобы через сравнение показать и легкое закона, и свое человеколюбие, а как, послушайте, не сказал просто, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, слушайте это со вниманием, но прежде напомнил о древнем законе, говоря, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, видел ты два закона, древний и новый, один, который дал Моисей и другой, который вводит сам он. Впрочем, и тот Моисеев он же дал, потому что и через Моисея он говорил, а откуда видно, что и тот закон дал он же? Приведу свидетельство не из Иоанна и не из апостолов, так как у меня теперь состязание с иудеями, но из пророков, которым они, кажется, верят. Из них докажу, что и древний, и новый завет имеют одного законодателя. Итак, что говорит Иеремея, завещаю вам завет новый. Иеремея 31.31. Видишь и нового завета имя в ветхом? Видишь, что это название известно стало за столько лет? Завещаю вам завет новый. Откуда видно, что и ветхий завет он же Христос дал? Сказав, что завещаю вам завет новый, Господь трисовокупил, не по завету, который я завещал отцам вашим. Это так, но все еще мы не доказали своего предмета. Надо бы навыставить на вид и объяснить все, что представляет случай к спору, чтобы наше слово со всех сторон было чисто и чтобы бесстыдным не осталось никакой отговорки. Завещаю вам завет новый, не по завету, который завещал отцам вашим. Бог постановил завет с Ноем, когда был потоп, желая избавить нас от страха, чтобы мы при виде наводнения всегда, как видим дождь, не боялись, что и опять будет та всеобщая гибель. Поэтому, говорит, завещаю завет с тобою и со всякой плотью. Постановил также с Авраамом завет обрезание, постановил через Моисея. Завет известный всем. Иеремий сказал, завещаю вам завет новый, не по завету, который завещал отцам вашим. Скажи, каким отцам? Иной был отец, и Авраам был отец. А каких же, говорит он отцах? Неопределенно с лиц производит темноту. Здесь будьте внимательны. Не по завету, который завещал отцам вашим. Да бы ты не сказал, что Бог говорит о завете с Ноем. Да бы не сказал, что говорит о завете с Авраамом. Он вот как напомнил и о самом времени заветов. Сказав, завещаю вам завет не по завету, который завещал отцам вашим. Тут же указал и на время. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял им за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Видишь, какую ясность сообщило определение времени? Теперь уже и иудеи не противоречат. Вспомни время и прими законодательство. В день, в который я взял за руку их. Но для чего Бог говорит и об образе исхода иудеев из Египта, взявши за руку их, чтобы вылезти из земли египетской, чтобы показать свою отеческую любовь. Он вывел их не как рабов, но взял как отец дитя и так освободил. Не повелел как рабу позади себя идти, но взял за правую руку как сына благородного и свободного и так вывел. Видел ты, что у обоих заветов законодатель один? Теперь, когда состязание мы уже кончили, я докажу тебе это же и из нового завета, чтобы ты видел согласие обоих заветов. Видел ты пророчество посредством слов? Познай пророчество посредством образов. Но как и это опять не ясно, что такое пророчество посредством образа? И что такое пророчество посредством слова? То и это вкратце объясню. Пророчество посредством образа есть пророчество событий, а другое пророчество есть пророчество посредством слов. Разумнейших Господь убеждал словами, а не разумных видением событий. Так как имело произойти событие великое, и Бог имел принять на Себя плоть, так как земля имела сделаться небом и наше естество возвысится до благородства ангелов, так как проповедь о будущих благах превышала надежды и ожидания, то чтобы новое, необычайно явившись внезапно, не смутило тех, которые тогда будут его видеть и слышать. Бог заранее предизображал все это посредством дел и слов, и таким образом приучал наш слух и зрение, и приготовлял будущее. А это и было то самое, о чем мы говорили, то есть что означает пророчество посредством образа, и что означает пророчество посредством слова. Одно посредством событий, а другое посредством слов. Скажу тебе пророчество и события, и словом об одном и том же. Как овса был введен он на заклане, как агнец предстригущим его безгласен. Это пророчество словом. А когда Авраам приносил Исаака, то увидев овна, запутавшегося рогами, принес его в жертву на самом деле, и в нем, как в образе, предвозвестил нам спасительную страсть. 355. Хочешь, докажу тебе делами, что, как я говорил, оба эти завета имеют одного законодателя. Видел? Авцу в пророчестве посредством слова. Познай ее и события. Скажите мне, вы, желающие быть под законом. Галатам 4, 21. Хорошо апостол сказал, хотящие быть, потому что они не были, а если бы были под законом, то не были бы под законом. Слова эти, может быть, загадочные, объясними их. Закон внимательный к нему приводит ко Христу. А кто отвергает учителя Христа, тот не знает, где-то водителя закона. Галатам 4, 22-24. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, на которой от рабы тот рожден по плоти, а который от свободной тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть агарь. Видишь пророчество посредством события? Иметь же он не слово, а событие. Я показал тебе рабу и свободную в словах, что один законодатель обоих заветов. Узнай теперь то же самое и в образах. Авраам имел двух жен. Это два завета и один законодатель. Как там овен и овен, один в слове, а другой в деле, и при этом великое согласие в делах и словах. Так и здесь два завета. И их-то Иеремия предрек словом, а Авраам изобразил событием. Тем, что имел двух жен. Потому что как один муж и две жены, так один законодатель и два завета. Но все это сказано и предложено мною. Не должно ведь отступать от предмета по поводу слов. Кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Так, но дело для которого все это мы предложили в том, для чего Христос читает им, своим слушателям, древний закон. Он говорит им, слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Знал он, что заповедь трудна. Не сама по себе, но по нерадению слушающих. Многое и легкое само по себе становится неудобо исполнимым. Когда мы нерадивы, равно как и трудно делаться легким и удобоносимым. Когда мы ревностны. Потому что трудность не в природе вещей, но в воле делающих. А что это так, видно из следующего. Мед по своей природе сладок и весьма приятен. Но для больных он и горек, и неприятен. Однако же не по собственной природе, а по болезни тех. Так и закон. Если кажется трудным, то не по своей природе, но по нашему нерадению. Немного стоит мне труда доказать, что он легок для исполнения. Чтобы сделать его трудным, для этого надлежало бы сказать иное. Теперь он говорит, убегая взгляда на жену, отложи невоздержание. А чтобы он был трудным, для этого надлежало бы сказать наоборот. Ближе знакомься с женщинами, засматривайся на тяжелую красоту, и затем побеждай похоть. Вот это было бы трудно. А что он говорит, беги от печи, удались от огня, не приближайся к пламени. Чтобы быть тебе невредимым, это весьма легко, потому что такая заповедь сообразна с природой. Слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Итак, для чего Христос напоминает нам о древнем законе, намереваясь ввести другой. Дабы ты из сравнения обоих законов познал, что нет противоречия между тем и другим. Потому что когда бывает сравнение двух предметов, то суждение о них становится очевиднее. Так как некоторые готовы были возразить, что Христос, говоря это вводит в противный прежнему закон, то вот говорит он, я полагаю оба закона рядом, испытай и познай их согласие. Впрочем, делает он так не для этого только, но и для того, чтобы показать, что новый закон и легок, и благовременно вводится. С этой целью говорит, слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Столько-то времени вы упражнялись в древнем законе. Как учитель, обращаясь к ленивому отроку, который хочет еще заниматься старыми уроками, и намереваясь повести его к высшим познаниям, говорит, подумай, сколько времени употребил ты на это учение. Так и Христос, чтобы напомнить, что слушатели много времени упражнялись в древнем законе, и много посвятили ему, и что пора уже перейти к высшему закону, указал им на бывшее некогда у отцов их законодательства, говоря, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, что сказано было древним. Я же говорю вам, если бы он говорил древним, ты имел бы причину жаловаться, потому что тогда природа наша была менее совершенна. А когда природа наша пришла в большую силу и сделалась более совершенной, тогда уже настало время и для учения более совершенного. Поэтому Христос лишь только еще начинает законодательство предотвращений того, чтобы кто-нибудь, видя большую строгость любомудрия, не предался беспечности и нерадений, и говорит, если праведность ваша не превысит праведности книжников и фарисеев, то не войдете в царство небесное. Большего от меня требуешь труда? Почему? Разве я не одинаковой природы с теми древними? Разве я не такой же человек, как и они? Так, чтобы не сказали этого, зачем? То есть увеличил для нас труды. Зачем назначил больший подвиг? Господь наперед отстранил это возражение. Сказав о царстве небесном, Большие, говорит, предлагаю я и награды. Сказав о трудах, сказал о подвигах, Сказав о большей строгости законодательства, он напомнил о наградах. Не Палестину, говорит, даю вам, ни земли, текущую млеком и медом. Нет, предлагаю вам самое небо. Впрочем, если мы имеем преимущество перед древними в наградах за добродетели, то подлежим в случае преступления закона и большему наказанию за грехи. Как жившие под законом подверглись тягчайшему наказанию, чем те, кто жил во время закона. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся. То есть не будут иметь обвинителем своим закона. Но произнесу, говорит, приговор над ними через самую природу их. Через мысли, которые то осуждают, то оправдывают. Так и согрешающие под благодатью потерпят тягчайшее наказание тем, которые согрешали в законе. Различия между теми и другими. Павел показал так. Если отвершится закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается в смерти, то скольки к тягчайшему, думаете, и наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодатью оскорбляет. Видишь, под благодатью наказание больше, так как и награды больше. Так как я напомнил вам о страшных и о духовных тайнах, то убеждаю вас и молю, и прошу, и желаю со всем усердием, да приступайте к этой страшной трапезе, отложив всякий грех. Мир, говорит апостол, имейте со всеми, и святость, без которых никто не увидит Господа. А кто недостоин видеть Господа, тот недостоин и приобщение тела Господня. Поэтому Павел говорит, да испытывает себя человек, и таким образом ест от хлеба сего и от чаши сей до пиец. Не обнаружил раны, не выставил в лины на всеобщий позор, не представил свидетелей преступления. Нет. Внутри, в совести, в отсутствии всех, кроме всевидящего Бога, твори суд и следование своих грехов. И разбирая всю жизнь, веди грехи на судилище ума, исправь проступки, и потом уже с чистой совестью приступай к священной трапезе и причащайся святой жертвы. Это имея в уме та же, помни сказанное нами о невоздержании, и то, какое наказание угрожает бесстыдно смотрящим на лица жен, а прежде, и гиенны, имея перед очами страх и любовь Божию, будем очищать себя во всем и таким образом приступать к священным тайнам. Допримем их не в суд и в осуждение, но во спасение и здравие души, и в непрестанную надежду на это спасение. О Христе Иисусе, Господе нашим, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok